Добро пожаловать в церковь Вифиль на проповедь этой недели. Надеемся, вам понравится это послание пастора Билла Джонсона. Больше информации о церкви и другие материалы вы можете найти на сайте Bethel.com. Откройте свои Библии в книге Малахии. Вы называете Малачи? Да. Это последняя книга в Ветхом Завете. И, знаете, я уже давно не делал ничего подобного, но то, что есть в моем сердце сегодня, я хочу взять две недели, две или три недели и изучить книгу Малахии. И здесь есть две части, которые нам нужно будет изучить. Первая часть сегодня в главном будет касаться одной корректировки, которая ведет к полноте Завета. Я могу сказать это лучше. Господь довольно конфронтивен в своем отношении, но когда Он корректирует, это всегда является приглашением к жизни. Его исправления и корректировки никогда не сосредоточены на наказании. Они всегда сосредоточены на жизни. Они всегда являются приглашением войти в предназначение и вступить в судьбу. И в первых трех главах мы находим, что Господь обращается к некоторым вопросам сердца, которые мы рассмотрим через мгновение. Мы просто пролистаем некоторые из них и обратимся к аспектам сердца, которые стали мертвыми в людях. Они превратились в людей рутины вместо того, чтобы иметь те животворящие отношения, которые мы должны иметь с Господом. И, конечно, это ветхозаветный контекст, так что это будет иметь отношение к жертвоприношениям животных и тому подобному. Но в основном это происходит в контексте нашей любви и нашего поклонения Господу. Одна из вещей, которую вы заметите, если вы найдете время на этой неделе прочитать книгу Малахи или позже, вы заметите фразу, повторяемую снова и снова. «Господь делал заявление и затем говорил, и все же ты говоришь». И Он делает это несколько раз. Он говорит что-то и затем говорит, «Но ты говоришь». Эта книга посвящена аспекту господства, абсолютного господства. Внутри Царства есть больше пространства для свободы, чем снаружи Него. В отношениях с Иисусом есть больше свободы, чем в том месте, где вы можете делать все, что хотите. Свобода — это на самом деле способность делать то, что правильно. Свобода воли вне Божьих целей, она так строга и ограничена. Но настоящая свобода в том, чтобы откликнуться на приглашение к отношениям для того, чтобы мы жили, будучи преобразованными людьми. Итак, мы приступим сразу к делу. Я хочу, чтобы вы открыли книгу Малахии, первая глава. Мы не прочитаем ее всю целиком, я возьму лишь несколько стихов. Но это даст нам краткое содержание того, что я вижу в этой замечательной книге. Малахия, первая глава, седьмой стих. Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Когда вы приносите жертву слепых, в жертву слепых животных разве это не преступление? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это своему князю. Будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Перейдем к 13 стиху той же главы. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное. И такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь, проклят лживый, у которого в стадии есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу повреждено. «Ибо я великий царь, и имя мое страшно у народов». С этого мы и начнем. Хороший, приятный разговор в Малахии. Хорошо. Он говорит, что вы берете от своей паствы, у вас есть хороший, здоровый самец, но когда приходит время отдать что-то в жертву, вы берете хромого, вероятно, думая, что он все равно умрет. Господь видит это и называет это злом. Он называет это злом, потому что он великий царь. Итак, что ему нужно из того, что мы можем предложить? Ничего. Что он сделает с мертвой овцой, которая горит на костре? Ничего. Что он делает с нашими деньгами? Ничего. Ему не нужно ничего из того, что мы с вами можем ему предложить. Величайшая несправедливость во Вселенной в том, что великий царь является источником жизни, но так и остается неузнанным и непризнанным. В книге Деяний есть эта странная, интересная история с царем Иродом. Ирод был фигурой, подобной, знаете, антихристу или что-то вроде того. Он хотел убить Иисуса еще младенцем. Он, знаете, это нечестивая фигура. И в книге Деяний он произносит речь. И в ней говорится, он обратился с этой речью к его гражданам. Он произнес речь, и они были так потрясены его словами, что начали кричать, «Голос Бога! Голос Бога!» И Библия говорит, «Ирод умер в тот день, потому что не воздал славы Господу». Подумайте об этом. Он умер в тот день, потому что не воздал славы Богу. Что это означает? Это означает, что Господь позволил нечестивому царю произнести трогательную, сильную речь. Он дал ему возможность воздействовать на граждан страны словами. Но он не осознал, что именно Господь позволил ему это сделать. Величайшая несправедливость во Вселенной жить в мире, где есть благословение, есть жизнь, и он остается неузнанным и непризнанным. Что еще хуже, ему присваивают стихийные бедствия, но не присваивают выращивание урожая и не благодарят его за это. Но просто возможность пойти в продуктовый магазин и увидеть продукты, которые стоят там изо дня в день. Знаете, исторически сложилось, что войти в место изобилия — это настолько необычное благословение, что мы потеряли способность различать то изобилие, в котором находимся. Так что эта несправедливость — это то, с чем он имеет дело. Она создала эту группу людей, которые исповедуют Христа, но живут саму спокойно и удовлетворенно в своих отношениях с Ним и с людьми. В притчах есть это место, я думаю, это 18 глава, 9 стих. Там говорится, «Нерадивый в работе своей брат расточителю». «Нерадивый в работе своей брат расточителю». Посмотрите на это так. Знаете, есть увлеченный, страстный работник, есть ленивый и есть противник работы, противник этой работы. У нас есть страстный слуга Господа, есть саму спокойный, удовлетворенный слуга Господа, теплый, и у нас есть те, кто против Евангелия. Удовлетворенность подпитывает сердце противника. Удовлетворенность и самоуспокоение узаконивает оппозицию Евангелию. Три группы людей – верный, страстный работник, ленивый человек и противник. Два наиболее похожих друг на друга – это самоуспокоенный, удовлетворенный и противник. Писание говорит, что один брат другому. Знаете, быть теплым в отношениях с Иисусом – это не сезон, это дьявол. В этом нет необходимости. У нас бывают эмоциональные периоды, подъемы и падения, у нас есть проблемы в жизни, испытания и все эти вещи. Но ничто из этого никогда не должно переводиться в теплую удовлетворенность, самоуспокоенность в нашей преданности ему. У нас бывают моменты, когда мы знаем, что происходит, исследуем за призывом в своей жизни, есть другие времена, когда ничего не знаем, и мы просто стараемся делать все, что в наших силах. Но удовлетворенность никогда не является ответом. Никогда я не снижал все к простой рутине в Иисусе. У меня есть еще шутки, если понадобятся. Четвертый стих, вторая глава. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием», говорит Господь Саваоф. Хорошо, у кого из вас есть Библии, покажите мне их. Скажите вместе со мной, я люблю свою Библию. Это правда, я очень-очень люблю свою Библию. Хорошо. Если у тебя ее нет, укради у соседа. Нет, нет, не надо. Не начинайте здесь драку. Хорошо. Он сказал, я дал эту заповедь для сохранения завета моего. Заповеди соединяют нас с заветом. Завет соединяет нас со встречей, которая заканчивается преображением. Он не пытается... Знаете, он не пытается найти нам какие-то дела, чтобы занять нас христианской деятельностью. Каждая заповедь — это приглашение войти, вступить в жизнь. И он говорит так. Он говорит, я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левией. Пятый стих. Завет мой с ним был завет жизни и мира. Кто-нибудь когда-нибудь ездил в отпуск, и вы останавливались в отеле, где, знаете, все включено, все еда и все остальное. Все включено. Это слово «мир» здесь является словом, в котором все включено в Библии. Если вы когда-нибудь хотели чего-либо, оно все находится в этом слове. Это означает здравый ум, божественное здоровье, процветание. Все, о чем-либо вы когда-либо молились, находится в этом слове. Слово «мир». Итак, вот что он говорил. Говорит, я даю, я дал эту заповедь для сохранения завета моего. Что такое завет? Это завет жизни и мира. Это завет, в котором вы вступаете в волю, для которой вы были созданы. Вход — это заповедь. Давид сказал, что он будет размышлять о заповедях Господних посреди ночи, потому что он видел, чем они были. Они были приглашением к жизни. Они были приглашением к личному прорыву. Они были приглашением стать тем, кем Бог предусмотрел и предназначил ему стать. Есть много людей, которые по какой-то причине говорят, что из-за благодати больше не осталось заповедей. Я не понимаю, как вы можете так думать и читать Библию. То есть даже если вы просто читаете Новый Завет, здесь есть много вариантов. И предложений. Это не просто предложения. Хорошо. В седьмом стихе второй главы говорится, «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Это прекрасное утверждение. Вот в чем дело. Каждый верующий в этой комнате называется священником для Господа. Что является главным фокусом священника Господа? Сохранение, осознание того, что на самом деле правильно, а что неправильно. Когда есть самоуспокоение и удовлетворение, грани размываются. Когда грани размываются, послание становится слабым. Когда послание становится слабым, в окружающем нас мире остается мало понимания природы Бога. Компромисс здесь оскверняет откровение природы Бога миру. Священник, тот, кто стоит перед Господом, живет с осознанием праведности и неправедности. Это не приглашение отвергать людей или критиковать, или быть суровым, строгим к ним. Дело совсем не в этом. Это осознание того, что вот это жизнь, а вот это смерть. Если я делаю это, это приведет к жизни. Если я делаю это, это приведет к смерти. Эти две реальности, истины, они реальны как для верующих, так и не для верующих. Это ведет к жизни, это нет. И уста священника, он не говорит только мысли или сердца священника. Это должно проявляться в разговоре. Это выйдет наружу, потому что все, что есть в сердце, будет раскрыто и выявлено через уста. Третья глава. Вы еще живы? Хорошо. Так как все скоро станет еще лучше. В следующем году. Да. Я буду напоминать вам это снова и снова, целый год, так что держитесь. На следующей неделе мы возьмем это пророческое обетование. Книга Малахии известна тремя основными местами Писания. Три самых известных из них. Первым будет отрывок о Десятине в третьей главе, мы прочитаем это через минуту. Вторым будет отрывок в конце четвертой главы. И это слово о том, что я пошлю вам, к вам пророка, или он обратит сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам. И третьим наиболее известным отрывком в этой книге является стих «Взойдет солнце правды в лучах его исцеления». Так что на следующей неделе мы будем говорить об этих обетованиях, но сегодня я хочу остаться немного резким и честным, настолько, насколько я могу. Так что мы перейдем в третью главу, восьмой стих. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиную и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытываете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка». Хорошо. Знаете, мне нравятся стихи, которые как будто рычат на тебя, когда ты их читаешь. Я люблю свой кофе крепким. Я люблю, чтобы он был настолько сильным, что он говорит со мной, он рычит, когда я поднимаю чашу. Мой кофе настолько крепкий, что вы можете ходить по нему даже без веры. Настолько крепкий. Я люблю очень острые специи. Мне нужно, чтобы все было по максимуму. Я люблю, чтобы аж дух захватывал. Знаете, и когда я читаю Писание, мне нравятся те места, которые рычат на меня, когда я их читаю. И когда он говорит, «Вы меня обкрадываете», я сразу говорю, «Давай, я готов, говори мне». Я не хочу ходить вокруг да около. Вот что я пытаюсь сказать. Я не хочу ходить вокруг да около. Я не хочу упустить ничего. Десятина для многих... Знаете, что-то произошло. Я не знаю, что, но что-то произошло, и люди пришли к выводу, что десятина якобы является частью закона. Десятина не была введена законом. Она была введена Авраамом, которого называют отцом нашей веры. Она была утверждена законом и утверждена Иисусом. Иисус сказал в Матфея 23. Он сказал священникам. Он говорит к священникам, к фарисеям, и он говорит, «Вы, ребята, платите десятину со своих трав». Они так деликатно заботятся об этой части, и он говорит, «Вам... вам должно делать это». Это то, что он говорит, «Вы должны делать эти вещи». И таким образом он ратифицирует десятину, не забывая об остальном, что он говорит. «Это детский сад, и вам надо поторопиться в аспирантуру». Люди думают, что десятина — это признак духовной зрелости. «Вы даете десятину? Поздравляю! Вы больше не вор!» Просто приятно было это сказать. Так хорошо себя ощущаю. Здесь ты только начинаешь. Это не место прибытия, это не конечная цель. Это шаг в путешествии. Люди описывают эти отношения с Богом как... На самом деле, я слышу, как они говорят, что в Новом Завете нет страха Божьего. Это значит, они, очевидно, не читали свою Библию, если они так думают. Я говорил вам это раньше. Для тех, кто говорит, что вы не можете иметь близость с Богом и бояться Его в то же время, мой ответ таков. Тот, кто это придумал, очевидно, не женат. Я близок со своей женой, но она меня пугает. Мы просто оставим это здесь. По-моему, так и должно быть. Отношения с Господом и заповеди, которые Он дает нам, не заключают нас в тюрьму. Ни одна из них. Ни одна из них не является ограничением. Всякий раз, когда человек видит в них ограничения, он смотрит на них поверхностно, лишь со стороны. Те, кто живет в отношениях и видит Его заповеди, понимают, что Он на самом деле дает нам возможность по благодати делать то, что Он сказал. Разница между законом и благодатью... Я не знаю, если вы знаете об этом, но... Закон гласит, не убивай. Благодать говорит, не называй кого-то дураком. Закон гласит, не прелюбодействуй. Благодать говорит, не испытывай вожделения к женщине. Знаете, гораздо легче не убивать, чем не называть кого-то очень характерным словом, когда тебя подрезают на дороге. Суть в том, что закон довольно прост. Благодать требует присутствия в отношениях. Заповеди под благодатью — это приглашение к сотрудничеству вместе, к тому, где Иисус живет Его жизнью в нашей уступчивости Ему, отдаче и через нашу готовность повиноваться. Благодать дает мне возможность сделать больше, чем я мог бы сделать сам, если бы у меня были только заповеди. И я снова напоминаю вам этот стих. Ангел Господень обратился к Марии. Он говорит, с Богом нет ничего невозможного. С Богом нет ничего невозможного. Слово «ничего» в оригинале — это два отдельных слова. «Нет» и слово «Рэмо». Это только что сказанное Слово Божье. «Нет никакого свежесказанного Слова Божьего, которое было бы невозможным». Слово «невозможно» означает «не в состоянии». Джек Тейлор сказал нам, что стих можно перевести так. «Нет никакого свежесказанного Слова от Бога, которое не было бы в состоянии исполнить себя». Они нашли семена в пирамидах, которым две-три тысячи лет... Три тысячи лет семена, мы их сажаем, и они растут. Сила в семени. И семя — это Слово Божье. Способность стать всем, что Он сказал, находится в том, что Он сказал. Но это требует принятия этого Слова верующими, которые отданы Ему полностью. Это то же, что и сдаться. Мы совершаем великие дела для Бога не потому, что полны решимости. Мы совершаем великие дела, потому что мы полностью подчинились и отдались Ему. Вера — это признак подчинения, а не решимости. Вера — это не результат устремленной борьбы. Это результат того, что вы сдались Ему полностью. Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 22 глава. Он сказал, «Отдайте кесарю то, что принадлежит кесарю, налоги, и отдайте Богу то, что принадлежит Богу». Это значит, что есть нечто, что принадлежит Богу. Люди говорят, «Ну, все принадлежит Ему». Это правда, но это просто отговорка в данном стихе, потому что в этом стихе речь идет и о налогах. Он делает различие между тем, что у меня и у вас в кошельке, что бы это ни было. То, что на моем счету принадлежит кесарю и что принадлежит Богу. Только в Царстве Божьем 90% от целого оказывает большее влияние, чем 100%. И это единственный момент... Единственный момент... Аспект в Его разуме — это господство Иисуса. Вот этот момент. За кем я последую? Кому я скажу «да»? Он говорит, «Чтобы в моем доме была пища, и хотя в этом испытайте меня». Библия предупреждает нас, не испытывайте Бога. Не испытывайте Бога. Я помню, как в движении людей Иисуса были такие наклейки, знаете, на машинах «Попробуй Иисуса». Потом Винке Пратни как-то сказал нам «Иисус не приходит в пробниках». Вы не можете попробовать Иисуса, Он Бог. Он приходит только в одном размере, и Он очень большой. И в первой главе Он говорит «Я великий царь». И великая несправедливость в том, что великие вещи происходят в мире. Просто даже способность есть пищу, и Он так и остается непризнанным. И тем не менее, Он всегда получает за наводнение и все остальное. Итак, Господь приводит нас к этому ответу. Он говорит «Испытай меня сейчас, и вот результат. Не открою ли я для вас отверстий небесных? Кто-нибудь еще здесь молился когда-нибудь об открытых небесах? Открытые небеса». Это странно, но вот это вот открывает небеса, то, о чем Он говорит. Открытые небеса. Корнилий, согласно книге Деяний, был язычником. Он был вне, по крайней мере, в контексте Ветхого Завета, он был вне веры, так сказать. Он не был евреем, но он любил Бога и любил то, что Бог делал в Израиле, так что он давал. И там сказано, что Господь посетил его, и Господь сказал, «Твои приношения были воздвигнуты на небо как памятник, мемориал». И мемориальные камни — это, знаете, такая груда камней, которые ставили в Израиле, как напоминание о каком-то событии. Другими словами, Израиль пересек Красное море в этом месте, или реку Иордан, и они положили бы такую груду камней, так что когда мама, папа, дети проходят мимо реки, они спросят, «Э, для чего это груда камней?» И они могли бы остановиться и рассказать им эту историю. Вот где Иисус Навин сделал это, и Моисей сделал это, и вот где Израиль перешел в землю обетованную через реку Иордан. Это была такая груда камней, которая являлась напоминанием о чем-то. И Господь сказал, что приношения Корнилия были памятным камнем на небесах. Груда камней, которая говорила Богу, Отцу, о великодушии и щедрости кого-то на земле. И что случилось? Его посетило излияние Духа, и вся его семья была спасена. Неправильный вывод здесь был бы таков. Вы можете купить чудеса у Бога. Вы слышали, как, не знаю, может быть, вы слышали, как люди, знаете, шутят, «Пошлите сто долларов, и вы получите свое чудо». Это ужасно. Это ужасная шутка. Это просто неправильно. Вы не можете купить Бога. Я не могу манипулировать им своими деньгами. Я не могу манипулировать им своими поднятыми руками, славой или чем-то еще. Он неманипулируемый. Я знаю, что я имею в виду. Оставьте меня в покое. Его не трогают манипуляции. Но это также показывает, что я никогда не пойму полноту того, что Бог намеревается сделать, наряду с щедростью. Он говорит в этом отрывке, чтобы в моем доме была пища. Подумайте об этом. Я никогда не видел церковь. У меня есть привилегия, роскошь, если хотите, работать со служениями по всему миру. И я никогда не видел какого-либо служения, которое действовало бы в великом откровении слова и не было бы в равной тому мере щедрым. В этом есть связь. Вот это значит, что в моем доме будет пища. В этом есть связь. Было бы неправильно думать, что если я дам дар Богу, то мой ближний будет спасен. Или член моей семьи. И так далее. Это глупо, потому что мы не можем им манипулировать. Но в то же время, каждый раз, когда мы проникаем в тенденцию щедрости, что-то меняется в духовной сфере над нашей жизнью и над нашими семьями. Есть что-то, что можно сказать о щедрости и прорыве в отношении целых семей. И я знаю, что в Писании есть предостережение о даче по принуждению. Другими словами, не позволяйте никому использовать красивые слова, чтобы манипулировать и убеждать вас дать что-то. Это неправильно. Десятина принадлежит ему, но все остальное наше, и мы можем распоряжаться этим по своему усмотрению. Не позволяйте никому манипулировать вами. В то же время, есть возможности в Боге вмешаться и сделать что-то отважное в действии. Иногда это слова, иногда это просто служение кому-то, иногда это время для человека в боли, просто чтобы дать понять, что вы действительно заботитесь о состоянии, в котором они находятся. Иногда это деньги, но это сердце щедрости. Здесь он описывает открытие небес из-за щедрости. У нас что-то, знаете, здесь происходит в последнем месяце или около того. И я не знаю, что это, но это замечательно. Есть невероятное движение Святого Духа, которое мы переживаем. Я не знаю, много ли было сказано или нет в начале собрания, но я думаю, что люди ушли домой в полночь, пятницы. У нас было собрание персонала на этой неделе. Там было такое сильное присутствие Святого Духа. Что-то происходит здесь. И я верю, что открытые небеса — это, по крайней мере, частично результат того, что мы с вами выбирали и выбираем жить в щедрости. И в то же время я чувствую, что Господь приглашает нас. Поднимайтесь выше, поднимайтесь выше, поднимайтесь выше. И вот вам мое приглашение. То, что меня больше всего беспокоит, беспокоит не в смысле волнений, беспокоит в смысле приоритета. Это меня беспокоит удовлетворение в сердцах верующих в этом доме. Потому что теплое удовлетворение дает больше оснований противиться Евангелию, чем поддерживать его. Мы не были задуманы быть теплыми в нашем подходе к Иисусу. Он великий царь. И поскольку Он великий царь и источник всей жизни, все должно рассматриваться через призму того, что Бог дает и поддерживает жизнь. Все хорошие дары исходят от Него. Это простое осознание ставит нас в положение Его сердца щедрости на всю жизнь. Давайте поднимемся. С Новым Годом! И с Рождеством тоже, наверное. Я почти чувствую, что должен объявить. Нас ждет дикая поездочка, друзья. Я думаю, что... Одна из самых важных вещей, которые нужно осознать, когда вы видите, как Дух Божий двигается, как Дух Божий движется, это то, что... Нашим первым выводом будет то, что мы не знаем, что мы делаем. Потому что, когда вы знаете, что вы делаете, вы пытаетесь вписать Его в то, что вы видели, что Он делал в прошлом. И вы сказали «Да». Мы вместе, потому что вместе мы сказали «Да». И ваша доброта и образ жизни и щедрости еще раз дали приглашение Богу доказать, кто Он есть. И Он экстравагантный, потрясающий Отец. Он тот, кто восхищается вами и мной. И знаете, я не знаю, нужно ли об этом говорить сейчас, но я просто... Время от времени у меня прям нет слов. Я работаю много. Вы работаете много. Но когда все это срабатывает, все это происходит по благодати и милости. Я делаю все, что в моих силах. И когда это работает... Вау! Это все происходит по милости и благодати. И я снова, знаете, в этом моменте, когда я чувствую, что Господь просто увеличивает ставки. Мой вызов в последние несколько дней для людей, с которыми я общался... Такой, знаете, вы встаете на 15 минут раньше, чтобы помолиться. Вставайте на 30 минут раньше. Пришло время повысить ставки. Вы даете 10%, дайте 15%. Вы приходите на собрание в 6 часов, приходите в 5 для молитвы. Вы готовы молиться за каждого, кто нуждается. Ищите людей, которые нуждаются. Вы читаете... Суть в том, что, знаете, вы читаете 2 главы в день, читаете 5. Я не пытаюсь описать законничество. Я просто пытаюсь сказать... Это изолирует нас от удовлетворения и самоуспокоения. Это ограждает меня от этого. В последние несколько недель у меня были проблемы со сном, и... Пожалуйста, не давайте мне никаких советов. Мне больше не нужны травяные чаи, и нет, это не мой кофе, оставьте меня в покое. Серьезно, каждое мгновение, пробуждение, какого-то волнения... Я не должен говорить каждый момент, но почти каждый момент пробуждения в ночи я истолковывал как приглашение к молитве. У меня есть что-то под прицелом, и это это теплое удовлетворение. И я не хочу, чтобы эта вещь жила в ком-либо, потому что я хочу стереть возражение и противостояние Евангелию настолько, насколько это возможно. И никогда больше народ Божий не будет подпитывать противника через удовлетворение. Итак, Отец, вот о чем я молюсь. Я молюсь, чтобы Ты помог нам снова стать людьми, которые погружены полностью. Мы говорили «да» в течение многих лет, но мы говорим это снова «да», 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 «да». Я молюсь за тех, кто смотрит нас на Виффиль ТВ или слушает нас в подкасте, что в наших душах будет такой огонь, который не ограничится только эмоциональными взлетами и падениями. Огонь! Потому что вы сказали «да», потому что я сказал «да» Богу, который горит для меня. Мне было, наверное, 19 лет, и женщина в этой церкви, когда мой отец был пастором, она пророчествовала, и я никогда не забуду ее пророчество. Ее устами было слово Господне. «Если Ты будешь желать меня, как я желаю Тебя, Ты будешь в полноте. Если Ты желаешь меня так же, как я желаю Тебя, Господь, эти горящие огнем глаза, пусть они коснутся моего сердца. Боже, я отдаю Тебе все, я показываю Тебе все. Пусть Твои горящие глаза зажгут во мне что-то, что не сможет погасить никакая позиция противостояния». Поэтому я молюсь за эту семью во имя Иисуса. Спасибо, что прослушали послание этой недели. Этот еженедельный подкаст переводится также и на другие языки. Приглашаем Вас посетить наш сайт podcast.ibattle.org. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok